Всем здорово! Суббота! Это Владимир, гений нашего времени. Сейчас он занимается изучением современных технологий. Работая над собственным компьютером. Гулькин! Хахахахахахахахах! Даймонд, жидкий стул! Да, да нахуй! Ебу, блядь, не врубается он. Владимир знает компьютер как свои пять... Бля, это я когда, это я когда Коб Хесса притаранил себе домой, блядь, я так же не мог разобраться нехуеть. Пальцев. Более того, именно сидя за компьютером, парень максимально познал свои пять пальцев. Игбала. Среди гениев в мире компьютерных технологий парня уже сравнивают с Тони Старком, ведь в реальной жизни он тоже Дауни Ну, в смысле, у него фамилия такая тоже Типа, только он старший, это правда, этого фамилия, так что ничего такого в этом не вижу Увидев одновременно трех пауков, понял, что нужно провести дезинфекцию За талант Владимир получил прозвище русский Это он все говорит про фамилию, типа, можете не париться, это фамилия актера Илон Маск, в то время как состояние Маска оценивают в сотни миллиардов долларов У Владимира состояние легкого алкогольного опьянения Че нахуй несешь, блять, потихо вчера спахаешь, шандарахнули, блять, вообще нормально Среди гениев Владимира часто сравнивают с Оксимироном, ведь последние 10 лет он тоже думал только об одной ладошке Владимир только начал ремонтировать компьютер и сразу принял гениальное решение Просто нахуй все провода воткнуть Может, работает, блять Наша съемочная группа решила выяснить предположительные причины поломки компьютера Владимир, скажите, а что случилось? Это я и был, блять, Трояна может выходила, я хуй знает А куда заходили? Куда заходил? В инете лазил, туда-сюда там То есть лазили в инете и туда-сюда, да? Че? Перевставив провода в компьютер, Владимир осознал ПК по... Бля, Владимир, мне кажется, это типичный батя вообще, типа, вот реально Владимир это самый лучший, блять, вот русский батя, максимальный Самый такой клишированный настоящий батя Режнему не работает, а значит, необходимо искать поломку внутри Болт маленький, блять, херно дешево Маленький болт, который сложно найти Владимир рассказал о причинах его проблем с девушками Не до конца открывка Я сразу приходил, блять, пробил В диагностике деталей при помощи специального устройства Ну, вроде, блять, горелым не пахнет Владимир профи, поэтому вскрыв компьютер, он сразу определил неисправности Которые обычный человек заметить бы не смог Ебать он пыльный, нохуй Первым делом Владимир проводит профессиональную чистку компьютера Однако профессиональная чистка не помогла Компьютер по-прежнему не работает По словам Владимира, он вот-вот все починит Ведь он разбирается в технике Apple Лучше, чем Тим Кук и даже лучше, чем Вилсаком Однако даже Владимир не верхушка айсберга Есть еще более гениальные люди Если у вас не запускается компьютер Вот вы нажимаете на кнопку Он у вас не запускается Послушав мнение экспертов, Владимир подвел итог диагностики Вы ведюхи, походу пизда, потому что, сука, изображение не идет По словам Владимира, проблема в видеокарте А это GeForce мажорное обстоятельство Однако для гения это слишком просто Поэтому он самостоятельно усложняет себе задачу Пиздец, блять Из-за падения компьютера жесткий диск перестал держаться А Владимир тут же Бля, знаете, мне кажется, у каждого в компании в жизни Есть такой кент, который даже матерится смешно, типа Вот он просто матерится и вы смеетесь Потому что у него очень смешные интонации Вот Владимир это из той же вообще абсолютно оперы, блять Изобрел специальный фиксатор для этой детали Сейчас наскучу его наебнем Гений справлялся и не с таким За последние годы Владимир создал огромное количество изобретений На его счету такие гениальные устройства Как нанофиксатор для пульта Универсальный балансировщик наушников Укрепленная сушилка для одежды Также он работал над совместными проектами С крупнейшими производителями смартфонов Не так давно в Китае разработали женщину-робота По нашей информации Владимир создает нечто подобное Судя по эскизам гения Совсем скоро он наконец-то склеит женщину Владимир выгнал нашу съемочную группу Из своей подпольной лаборатории Из-за наличия поля на голове Любое дело, которым занимается Владимир Считается подпольным У тебя, блядь, прическа сама Зализанная, хуета, блядь Причина недовольства Владимира в том, что наша съемочная группа Не рассказывает о его научных трудах Ведь деньги не пахнут И я пахну, блядь Совсем недавно вышла его монография по экономике Многим легендарным писателям приходилось годами выпускать книги Чтобы написать именно ту, которая вызовет настоящий фурор Владимир обложкой первой же своей книги вызвал настоящий фу-урод среди читателей Первые из постраниц книги посвящены бизнес-стратегии Благодаря которой любой может с легкостью от стартового капитала в тысячу долларов Подняться до 70 тысяч рублей На остальных двухсот страницах рассказывает Что? Сколько, блядь, тысячу долларов? Блядь, такой Вот вроде тупо охуяло, смешно Как при доходе тысячи рублей в сутки Всего за год заработать 365 тысяч В конце монографии автор разместил гениальную мысль Цитирую Деньги воздух, деньги портят людей Я порчу воздух Я порчу деньгам за человечество Ты вообще нахуй природоведение, блядь, ебала Тебе делать нехуй, пошли, блядь, заебал снимать свою очку Владимир не случайно скрывает свои достижения в экономике По нашей информации, сейчас он работает над совместным проектом с Илоном Маском Эксперты уверены, идея Владимира может принести 28 миллиардов долларов По задумке гения Илон Маск должен взять весь свой капитал в 297 миллиардов долларов И положить его на бесплатную дебетовую альфа-карту Она вернет ему 10% И эта сумма как... Блядь, охуенная реклама Как раз составит 28 миллиардов долларов Владимир утверждает, что оформить бесплатную дебетовую альфа-карту Блядь, какая же тупая хуйня, ну это очень сложно Битовая альфа-карту, скошбэком до 10% Может любой... Чисто, блядь, бизнес идея, чтобы Лон Маск... Блядь, Илон Маск, блядь Чтобы Лон Маск его деньги заканул, блядь, на процент еще Бой посылки в описании, в том числе и Илон Маск Наша съемочная группа решила узнать результаты работы Владимира Как оказалось, гениальность Владимира дала сбой парень в растерянности Он уже хочет опустить руки, но компьютер еще не работает Понятно что-то Владимир принял решение отвезти компьютер в сервисный центр Признав, что сам справиться с поломкой он не может Как некогда великий ум растерял свою гениальность Для того чтобы это понять, мы решили изучить биографию Бля-кстати, я вспомнил хуйню, а помните, когда у меня этот- блядь, что ж у меня было? А, у меня, короче, бля, вы, наверное, не помните этой хуйни Это помнят очень сильно, алды, когда у меня онлайн был человек 200 О, ебать Спасибо большое за три сапки, спасибо большое Микачику, спасибо У меня, короче, не работал комп, у меня сломался разъем для этого, Wi-Fi, блядь, Wi-Fi подключения У меня сломался разъем, не, колокола это было потом У меня сломался разъем, я, короче, отнес его в сервис И мы, вот я также нес его на руках, въебнутый гололед И, короче, я с этим компом пизданулся нахуй, прям около сервиса, вот прям на входе Потому что скользкий, скользкий асфальт И я с этим компом ебнулся, блядь, на асфальт Но повезло, что я, типа, специально, ну, спасал его, и я упал вот так на бочину, блядь Прям перед ходом, знаете, вот эти крутящиеся двери Я просто перед ходом так, блядь, с этим компом ебучим Причем, сама пиздата, что в итоге с меня не взяли деньги за ремонт вообще Потому что там просто залагал, сломался разъем И мне, они такие, мы сделали, типа, ремонт Я говорю, а что вы сделали? Мы переставили у вас хуйню, типа, из одной в другую Я такой, и все? Они такие, ну да, работает Я говорю, а с разъемом че? Они говорят, сломался, типа, можете разъем заменить? Я говорю, ну нет, типа, а сколько с меня? Они такие, не сколько, блядь, мы просто поменяли и все Я такой, ладно, пока И уехал Владимира, по нашей информации, с раннего детства парень Причем, когда, типа, я отдал комп и приехал к ним на следующий день Искали приезжать Мой комп стоял прямо на входе, ну, типа, в их сервисный центр А он как на горбушке, знаете, как на рынке, типа, выглядит И самое забавное, что у них двери, типа, открытые То есть у них нет вообще дверей, у них просто, ну, эта хуйня, блядь, открытая То есть мой комп мог любой долбоёб просто взять, унести и все Ну, повезло Отличался выдающимися способностями Уже в шестом классе он научился в уме складывать однозначные числа Мы познакомились через несколько дней после его рождения На тот момент он знал только маму, папу и акушера И то, насколько я знаю, последний его шлепал Он был очень замкнут, как многие другие гениальные люди Первые два года он вообще ни с кем не разговаривал Как рассказал Брэд Владимира, гений уже в 14 лет собрал своё первое изобретение Устройство, усиляющее громкость на телефоне Вот так вот, дожка Это вот он придумал То есть он сам придумал, вот так вот руки Так складываешь Когда он увидел, что его изобретение используют все Он понял, что просто своими руками он может сотворить огромное количество гениальных вещей Гениальность Владимира продолжала вести его по жизни Он закончил школу на... Бля, он на Братишкина похож вот здесь Гениальность Влади... Он на Братишкина чуть-чуть похож Совсем чуть-чуть, вот прям, вот чуть-чуть совсем Немножко вот есть общих черт Гениальность Владимира продолжала вести его по жизни Он закончил школу на два года раньше своих одноклассников После девятого поступив в техникум Однако там он пробыл недолго Его гениальность заметило государство И на год его забрали для работы на научной военной базе под стрелковые войска. У меня вот брат с армии приехал, короче. Вернувшись, Владимир не сидел долго на месте, как многие после армии. Гений сразу взялся за голову и понял, он теряет волосы. Изучив ситуацию, парень осознал, его интеллект вытесняет волосяные луковицы. Чтобы сохранить оставшиеся волосы, Владимир принял решение в срочном порядке деградировать. Э, космолёт. Именно так закончился путь гения. Парень, которому пророчили руководить силиконовой долиной, теперь лишь руководит глядя на силикон. Блядь, странно, что я ещё не буду сею, блядь, уже пора. Оно остаётся только вспоминать гениальные работы, которые Владимир когда-то тайно выпускал под псевдонимами. Блядь, что, блядь? Блядь, салфетки, нахуй, раскидал, ебала, блядь? Ки-шу, блядь, всё-всё-всё. Я не знаю, конечно, кто это говно смотрит. Можно я у тебя на стиме в ки-шку подолблю? В смысле, не, тебе что-то, ты спокойно. Ну, блядь, понравилось. Вячеслав поставил на комп родительский контроль, чтобы на моём столе не было марсиан специально для России-23. О, бля, гения? Нахуй я, ну, бля, мне очень нравятся их линейки видосов, они реально пиздаты. О, бля, гения? Продолжение следует...